На праздник в столицу России с железнодорожного вокзала Самары на главную елку страны, которая по традиции проходит в Кремле, отправились 90 детей из 63 региона. Те, кто учится на отличной, побеждают в различных олимпиадах, а также воспитанники детских домов и интернатов, своими глазами увидят самую большую новогоднюю красавицу и посетят памятные места Москвы. Провожала самарскую делегацию школьников и Владимир Маркин. Это поездка, которая станет для детей настоящим предновогодним чудом. Чемоданы и сумки собраны, теперь остается лишь ожидать скорого путешествия в Москву. В соответствии с квотой администрации президента направляем детей в Москву на Кремлевскую елку. В соответствии с квотой у нас убывает 90 детей. Создается предпочтение детям, воспитанникам детских домов, дети, которые отлично учатся, являются победителями олимпиад. Кроме этого, дети, у которых родители побывали или находятся сейчас уже в горячих точках. Они увидят Кремлевскую елку своими глазами и ощутят праздничную атмосферу вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. На перрон прибывает скорый поезд и ждет своих юных пассажиров. Ребята размещаются по вагонам и уже на местах охотно делятся впечатлениями с нашей съемочной группой. Для многих это первая поездка на общероссийскую елку, но дети уже в предвкушении сказки. У меня лично хорошее впечатление. Я надеюсь, что мне там будет интересно, познавательно. Снилось мне Москва. Типа мы уже в этой гостинице, елка, через день уже. И вот остаются считанные минуты до отправления поезда в столицу. Скорый поезд «Самара-Москва». Именно на нем дети отправляются на главную елку страны. Вагоны теплые с биотуалетами, а во время поездки ребятам вручат сладкие подарки. В Москве для детей проведут экскурсию по Измайловскому парку и другим памятным местам города. А уже после знакомства с историей юные путешественники прибудут в Кремль и отпразднуют приближающийся Новый год с ровесниками из других регионов. Владимир Маркин, Сергей Александров. Новости губернии.